добрый вечер мои дорогие гости напишите мне пожалуйста хорошо ли меня видно то мне кажется у меня что-то камера какая-то мутная хорошо ли меня видно и хорошо ли меня слышно здравствуйте за тех хорошо спасибо замечательно все отлично ну что ж прекрасно значит у меня шуту с очками надо очки протереть без очков к сожалению я вас не вижу добрый вечер так ну все я готова к киру вот моя подставочка вот моя горячая вода даже идет пар очень люблю пить именно горячую воду и начинаю свой эфир с ответов на ваши вопросы которые вы прислали на этих днях с того момента когда я объявила что по средам у нас теперь будет прямой эфир и первый вопрос сразу про воду поэтому я с него и начну итак у меня вопросы записаны на компьютере я буду подсматривать с вашего позволения туда мою шпаргалочку вопрос 1 за сколько минут пить воду до еды и после я знаю что по поводу питья воды как собственно и по поводу всех других вопросов касаемо питания есть разноречивые мнения одни говорят что ни в коем случае нельзя пить воду после еды только до другие говорят что можно пить сразу третьи говорят что можно пить прямо во время еды а я как всегда придерживаюсь золотой середины я считаю что первую очередь нужно слушать что хочет и что просит ваш организм как показывает жизнь каждый организм это отдельная интересная история есть люди которые категорически не могут пить воду сразу после того как они поели у них либо начинается рвотный рефлекс либо их начинает пучить или они испытывают еще какие-то неблагоприятные симптомы своем желудке или кишечнике и наоборот есть люди которые вообще не могут закончить свою трапезу без того чтобы не выпить хотя бы пол чашки воды я вот сама лично знаю таких людей и из этого следует делать вывод что что не организм то разные истории поэтому когда вы думаете как вам пить воду правильно до еды после еды или во время еды я вам советую просто прислушайтесь к себе а что хочет собственно что собственно просит ваш организм вот я например я лично да я вообще не могу пить воду когда я ем и после того как я поела мне иногда к маме прихожу она говорит давай попьем чаю после обеда я вам я не могу пить чай у меня никакое питье не лезет после того как я поела поэтому если вы вот лично да тот кто задал этот вопрос если вы чувствуете что вам хочется пить после еды я вам советую не сдерживать себя и попить вполне возможно что ваш организм и или ваша пищеварительная система устроена так что он ей требуется какое-то количество воды для того чтобы лучше шел процесс пищеварения возможно ваша система устроена так может быть ваш организм воспринимает эту пищу как сильно обезвоженную и поэтому он хочет ее разбавить водой вообще оптимально пить воду до еды минут за 20-30 даже еще и с той точки зрения чтобы какая-то часть желудка была уже заполнена чтобы он не был пустым и тогда есть шанс что вы съедите меньше еды вот даже с этой точки зрения поэтому я вам советую вот тому кто задал этот вопрос не прислушиваться ни к чьим мнениям а прислушиваться именно к себе вот как вам хочется пить воду так вы ее и пейте другой вопрос состоит в том что если вы ее вообще не пьете то лучше себя приучать к этому и приучать себя к этому лучше в перерывах между едой вот примерно так посередине где-то между приемами пищи начинать пить воду а вообще пить воду лучше не стаканами а глотками и тогда отпадет уже сам собой вопрос как пить воду потому что выпить глоток воды или едва это совсем другое нежели выпить стакан воды если например стакан воды после еды после принятия пищи может как-то помешать пищеварению то глоток или два воды помешать ему нисколько не смогут поэтому если мы вы ведете за правило пить воду глотками и часто например каждые 15 минут по одному-два глотка то вам и пить будет легче и вы незаметно выпить довольно приличный объем воды за день и не нагрузить свою мочеводелительную систему и не будете испытывать никакого дискомфорта в области жкт второй вопрос подскажите пожалуйста что нужно мне исправить приучаю себя голодать 24 часа где-то 15 часам голода начинает болеть голова и так каждый раз что с этим делать значит с этим делать вот что когда мы начинаем приучать себя к периодическому голоду ну допустим сутки в неделю голодать организм воспринимает любое воздержание от пищи как сигнал к очищению если вы раньше это не практиковали и начинаете практиковать сразу с 24 часов у вас за этот даже за половину этого периода уже запускается довольно сильный прием сильный процесс очищения в теле который может сопровождаться интоксикации а это первый симптом интоксикации это головная боль причем она становится такой нестерпимой что вы не можете ее терпеть настолько она сильная терпеть ее не надо если вы чувствуете чувствуете что к 15 часам у вас начинает болеть голова вам нужно просто начинать есть то есть заканчивать свой голодный период не через 24 часа а через 15 часов и тогда с каждым разом если допустим вы делаете раз в неделю такие дни голодные то с каждым разом с каждой неделе вы можете по чуть-чуть прибавлять там хотя бы по полчаса к этому периоду и вы не заметите как постепенно ваш организм выйдет на такой приличный уровень когда он будет совершенно спокойно переносить 24 часовое голодание то есть голоданию тоже нужна привычка не насилуйте себя вот этим зверским зверскими головными болями не любите их потому что состояние интоксикации это далеко не самое хорошее и полезное состояние поэтому пусть все идет естественным путем путем привыкания следующий вопрос благодаря вам имею хорошую теоретическую базу при этом я как и большинство людей пользуюсь мантрами с завтрашнего дня с понедельника я обещаю себе и мучаюсь от невыполненных обещаний и ругаю себя за лень что это лень или не лень как же перейти к практике очень распространенный вопрос многие клиенты которые приходят ко мне рассказывают свои истории и говорят что они уже давным-давно собираются начать здоровый образ жизни здоровый образ питания но все вот как-то лень все как-то не складывается то одно мешает то другое то какие-то обстоятельства то как какое-нибудь недомогание и так далее и ничего не получается и сейчас я вам открою один секрет он он очень простой он вообще простой до безобразия он совершенно банальный знаете как взять себя в руки и как начать что-то делать надо просто написать план на бумаге я проверила это на себе я тоже ставила себе в жизни очень много самых разных задач очень много но каждый раз когда эти задачи были в голове я всякими способами всякими лазейками увиливала от их выполнения то есть я искала какие-то себе более интересные дела более легкие более приятные и у меня все время все оставалось в прожектах сплошные прожекты но как только я описала свой план на бумаге прямо по пунктам 1 2 3 по датам по дням недели когда и что я должна делать по часам как тут же все выполнялось и до сих пор я практикую это у меня есть тетрадь у меня есть ежедневник и каждый день каждый вечер я пишу себе план на следующий день я пишу себе план на неделю и даже и на месяц и на полгода и просто не люблю это слово тупо но здесь его можно применить я просто тупо смотрю в свой ежедневник и тупо делаю то что я написала когда-то себе под циферками 123 вы знаете это работает вот как как это не удивительно как это не странно это работает а если этот план написали не вы а кто-то кому возможно заплатили деньги до какому-то консультанту за то что он вам написал этот план и расписал когда и что делать то здесь еще больше срабатывает потому что как же так ну я же заплатил не должна это выполнить вот поэтому пока вы будете держать это все в уме в голове ничего вы не будете делать как только вы составите план или вам кто-то его составит вы будете все делать если вы будете выполнять план так устроена человеческая психика это дисциплина это организованность это какая-то собранность получается и все идет как нельзя лучше я проверила на себе это работает поэтому и вам того же желаю а следующий вопрос подскажите пожалуйста как убрать старение на руках в районе биц бицепс и трицепс да эта проблема очень актуальная очень особенно для нас для женщин солидного возраста к которому уже я и себя причисляю и все что мы знаем это качать качать бицепс качать трицепс и мы усиленно их качаем самыми разными способами в залах самостоятельно дома с гантельками с резинками со всякими эспандерами тяжестями тренажерами и прочее и прочее мы все время качаем 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 и очень часто получается так что мы много и долго качаем а ожидаемого эффекта не получаем особенно в части трицепса ну то есть вот этой части если бицепс еще худо бедно можно накачать и он визуально заметен что эти мышцы накачиваются то с трицепсом все гораздо хуже и даже ходит уже легенда такая ну не знаю как называть то есть стереотип что эту часть у женщин подкачать вообще невозможно но есть одна хитрость есть одна фишка я ее узнал не так давно узнал я ее от доктора божьего если вы такого слышали заключается на следующем бицепс и трицепс связаны между собой очень определенным хитрым образом значит трицепс то есть нижняя часть да вот это она может напрягаться только тогда когда бицепс расслабляется то есть если бицепс способен расслабляться то трицепс способен очень хорошо напрягаться и соответственно увеличивается мышечный тургор но по факту получается так что мы в погоне за мышечной массой мы перекачиваем свои бицепсы и мы получаем забитость мышц мы перенапрягаем мышцы бицепса они становятся не эластичными они спазмируются и бицепс лишается своей естественной растяжки то есть он становится не способным расслабиться полностью расслабиться и заставить трицепс сокращаться то есть если бицепс не может расслабиться трицепс не сможет напрячься сократиться и поэтому сколько бы мы не бились спортзалах мы никак не можем накачать эту нижнюю часть поэтому самое главное это наряду с накачиванием мышц уметь делать упражнения на растяжение и расслабление мышц в частности бицепса одно из таких упражнений это провисание в дверном проеме когда вы руки вот так делаете в разные стороны провисаете в дверном проеме отклячив попу назад грудная клетка вперед и делаете это регулярно каждый день по несколько раз в день секунд по 30 40 60 если вы хотите больше подробностей найдите книгу божьего называется книга жизни там дано очень много хороших упражнений на растяжку мышц разных групп разных мышц тела следующий вопрос про амарантовое масло и про сельдерей нужно ли добавлять в пищу к маслам у меня отношение знаете какое я конечно сама не исследовала масла и не могу утверждать это на сто процентов наверняка но есть мнение и в частности это мнение выражал михаил советов в своих лекциях на ютубе он утверждает что больше ев боже мягкий знак ев фамилия евгений божиев автор так вот михаил советов утверждает что масла человеческим организмом не усваиваются а служит исключительно для смазки и для обеспечения сурфактанта то есть для обеспечения хорошей работы дыхательной системы поскольку наши легкие бронхи изнутри состоят из сурфактанта то есть особой смазывающей жидкости не позволяющей слепаться бронхом и легким то как раз жиры обеспечивают эту хорошую работу по образованию сурфактанта он утверждает что какого какие бы растительные масла мы не употребляли в пищу они не усваиваются поэтому употреблять можно любые масла которые не проходили химическую обработку то есть это натуральные рафинированные натуральные не рафинированные масла холодного отжима поэтому я принципе не могу как бы не согласиться с ним мне кажется эта версия довольно убедительной поэтому я считаю что особо загоняться по растительным маслам не стоит вот на что у вас хватает вашего кошелька на что на что вам как говорится глаз вас ваш лежит какой вкус вам больше нравится те масла и используйте будь то амарантовое будь то льняное будь то оливковое рыжиковое пыжиковое и так далее в общем любое лишь бы это масло не проходило химическую обработку и по поводу сельдерея ну здесь вопрос такой совершенно ну какой-то наивный потому что сельдерей это продукт который может кому-то нравится а может кому-то не нравится как собственно и любой другой продукт который у нас вообще существует на земле поэтому если бы если он вам нравится смело его добавляйте везде потому что это хорошая растительная клетчатка у него довольно группы грубое волокно если мы говорим о черешках до стеблях сельдерея просто корни например у нас здесь не продаются если у вас продаются можно может тоже их использовать но вот стебли сельдерея они довольно специфичны на вкус но использовать их можно абсолютно везде как салатах как так и в коктейлях так и просто в припуску поэтому если нравится конечно смело использовать используйте в принципе в любой прием пищи поскольку сырые овощи могут быть аккомпанементом к любой абсолютно любой пище вот абсолютно к любой какой бы вы не взяли следующий вопрос можно ли начать условное голодание вновь после выхода из него 21 день плюс выход 21 и 2 недели на сыроедение 80 процентов и 20 процентов слегка тушеные овощи отвар пью как чай до сих пор есть возможность и хочется вновь оказаться в этой легкости и ощущение тела значит смотрим считаем до 3 недели голодания плюс 3 недели выхода и две недели сыроедения в общей сложности получается 8 недель это примерно полтора месяца полтора месяца довольно аскетичного существования то есть условное голодание плюс выход он тоже аскетичный и спустя полтора месяца начинать снова вот этот аскетизм я бы не стала потому что таким образом можно вогнать себя в истощение или если у вас нет много из лишней массы тела либо просто дефицит по каким-то питательным веществам потому что этот период аскетизма он предполагает отсутствие жиров животных отсутствие животного белка и если вы до этого активно ели эти жиры и животный белок то вот такое длительное отсутствие этих привычных продуктов тело может воспринять как как некую катастрофу и могут начаться какие-то деструктивные процессы в теле поэтому я вам советую подождать немного хотя бы еще месяц чтобы у вас был перерыв ну хотя бы пара месяцев между этими курсами и попитаться как следует то есть обеспечить себе нормальное полноценное питание с полным набором белков жиров углеводов микроэлементов ну клетчатки естественно витаминов и прочего но при этом чтобы ваше питание конечно же не было загрязняющим но если вы уже имеете понятие об этом вот поэтому торопиться не стоит если вы хотите ощущение легкости то его вполне можно получить если вы будете находиться на малоедении если вы будете есть в принципе всю еду которая вам ну которая необходима нам для здорового здоровой жизни но будете есть ее мало и если большую часть вашей вашего питания будет составлять растительная пища и в частности сырая пища то вы все равно будете ощущать легкость теле а если при этом вы еще и будете делать каждую неделю один разгрузочный день неделю то вам вообще будет очень легко и может быть даже не будет нужды часто обращаться к условному гладанию ну вот я так считаю так и еще один вопрос чтобы устраивать один раз в неделю разгрузочный день на голоде нужна ли подготовка для этого и правильный выход нет чтобы делать разгрузочный день один день в неделю не нужна никакая подготовка и не нужен никакой правильный выход потому что в принципе за один день тело не успевает перестроить работу пищеварительной системы то есть если мы входим в условный голод на несколько дней то там происходит перестройка там засыпают все пищеварительные процессы там перестают выделяться пищеварительные ферменты желчь как бы не очень много если выделяется по чуть-чуть по чуть-чуть желудочный сок и кишечник не работает как система выделения поэтому там нужно конечно нужен нужен плавный выход из этого состояния и конечно себя нужно готовить к этому состоянию чтобы это не было шоком для организма но если вы делаете один день разгрузки в неделю то для организма это все равно что выходной день то есть вот как для вас выходной день допустим воскресенье то же самое это и для вашего организма поэтому спокойно делайте такие дни без особой тщательной подготовки и без особого выхода ну вот я уложилась в полчаса в ответы на вопросы которые были присланы если вы пришлете еще сюда какие-то вопросы я на них отвечу в конце но сейчас у меня есть полчаса для того чтобы я вам объяснила почему же мы все-таки расстаемся я вам намекала несколько раз stories и писала вот в комментариях к посту что я просто восхищение от вашей творческой фантазии которую проверили написали в комментариях что мы расстаемся с жиром расстаемся с лишними килограммами расстаемся с вредными привычками и с вредной едой или мы с летом расстаемся все это здорово красиво я очень вам благодарна за то что вы так живо откликаетесь это правда но меня это очень тронуло но на самом деле речь не об этом мы остаемся с вами по-настоящему в некоторой степени я сейчас объясню что это значит дело в том что не знаю знаете ли вы наверное некоторые знают а может кто-то не знает а может кто-то знал но забыл дело в том что я учусь в институте так получилось что в свои 57 лет я решила все таки получить еще одно образование и поступила в российский институт инновационной натуропатии чтобы получить диплом доктора натуропатии мне очень нравится это направление то чем я занимаюсь но я прекрасно понимала что мне не хватает каких-то знаний естественно да и не хватает конечно же диплома для того чтобы можно было смело консультировать людей не только по вопросам питания но и по другим вопросам натурального естественного оздоровления это то чем занимаюсь я сама это на что сейчас обращены взоры очень очень многих людей потому что люди стали прозревать и уходить от медицины от традиционного лечения в сторону натуропатических методов оздоровления поэтому мной было принято решение поступить в институт я это сделала и мое обучение должно закончиться в этом в конце этого года то есть мне для того чтобы закончить свою учебу еще осталось четыре месяца сентябрь октябрь на ябре декабрь так получилось что какое-то время я немножко отошла от учебы по некоторым обстоятельствам зимой это было связано со смертью моего отца и мне тогда было вообще не до чего не до тут разгорелась стройка огородной работы и плюс навалился очень много работы очень много было консультаций плюс марафоны и тоже мне удавалось очень очень мало времени посвящать учебы учебе я сейчас я поняла что если я вот прямо сейчас не остановлюсь со своей работой и не скажу себе стоп пора учиться то я просто рискую остаться без диплома что конечно же я не могу допустить поэтому начиная с сентября я очень конкретно приостанавливаю свою работу по проведению консультаций я сейчас говорю именно о консультациях у меня несколько видов консультации это короткая блиц 45 минут это единоразовая которая длится долго но заканчивается одно одной только беседой с составлением плана и далее идет несколько видов длительных видов консультирования которые подразумевают сопровождение в месяца двух трех полугода или года соответственно цена у этих услуг у всех разная с сентября с 1 сентября я отменяю все длительные консультации то есть теперь я никого никуда сопровождать не буду поэтому если вы вынашивали мысль обратиться ко мне как-нибудь за длительным консультированием для того чтобы я вас сопровождала в очищении в коррекции питания и направляла вас в этой работе течение там месяца или более то у вас остается только пять дней для того чтобы принять это решение и записаться на консультацию то есть до первого сентября я все еще принимаю заявки на все виды консультации но с первого сентября останутся только два вида консультации это короткая блиц 45 минут и единоразовая которая без сопровождения вот именно это я имела ввиду что мы с вами расстаемся все остальное остается без изменений то есть те мои продукты которые есть в доступе и которые вы можете найти в каталоге здоровья по ссылке в шапке они все остаются по-прежнему в доступе вы их можете приобретать цена на них не меняется и не изменится а вот на консультации цена изменится и значит сейчас до 1 сентября записаться на все виды консультации можно по их прежним ценам с 1 сентября можно будет записаться только на два вида консультации как я уже сказала но цена будет чуть чуть выше и уже все остальные виды консультации и какие-то новые другие новые виды расширенных услуг уже начнутся с 2021 года очевидно после новогодних праздников но там уже будет другая ценовая политика и будет вообще другая политика потому что я уже буду дипломированным специалистом доктором натуропатии и думаю что моя работа очень очень сильно изменится изменит свое направление свое содержание ну и соответственно цены тоже изменится вот значит посмотреть более подробно о том что представляют из себя все мои консультации на сегодняшний день можно по ссылочке в шапке профиля вы не нажимаете попадаете в каталог здоровья и там перечень всех моих продуктов и услуг на пункте другие консультации вы можете нажать на ссылочку подробнее попадаете на мой сайт блог на страничку индивидуальной консультации и там знакомитесь с перечнем консультаций и с ценами которые стоят на сегодняшний день еще раз повторю эти цены действительно до конца лета это буквально пять дней с первого сентября ситуация изменится как я уже сказала и сколько бы вы там не просились ко мне на сопровождение там провести вас неделю месяц или сколько там 14 дней 21 я делать этого не буду потому что все мое будет время посвящено учеби в институте вот в остальном моя как бы деятельность она останется прежней то есть социальные сети остаются активными youtube остается активным по-прежнему это будут и stories и посты и прямые эфиры как я уже объявила по средам фиксировано это будет поэтому вы всегда можете присылать ваши вопросы для прямых эфирах эфиров заранее в директ а также комментарии под постами соответствующими это все остается в силе ну сейчас я еще отвечу на вопросы которые вы мне прислали я вот вижу здесь мелькают сейчас только попью воды почему после выхода из угэ был сильный геморрой г 7 дней до к сожалению на условном голодании геморрой всегда обостряется он у вас был он был просто в скрытом виде вы его не чувствовали но из-за того что клизмы провоцирует постоянно раздражение кишечника он у вас вылез и стал видимым но это не говорит о том что условное голодание или клизмирование вызвало геморрой это говорит о том что у вас все это было скрыто до поры до времени и что в общем и целом ситуация просто неблагоприятная по состоянию сосудов и с этим нужно работать можно ли есть пророщенные зерна пшеницы каждый день ну а почему нет если вы нормально на них реагируете на пророщенные зерна если они у вас не вызывают никакого раздражение или отторжения почему нет можно в таблице продуктов по группам не выделены растительные белки бобовые отнесены к углеводам а грибы куда относятся но бобовые больше все таки края к растительным белкам белков там больше чем углеводов и грибы тоже больше к белкам так пока я просто больше не вижу если у вас еще какие то вопросы по питанию по очищению или по консультированию на кого учиться будете но я сказала что я учусь не будете а уже учусь я уже год как учусь доктор натуропатии если вам это что-то говорит натуропатия это наука о естественном оздоровлении доктор натуропатии означает не врач потому что натуропатия и медицина это в принципе два разных направления доктор в данном случае означает учитель вообще слово доктор переводится как учитель если вы знаете у нас в западном мире принято там высоких кругах обращаться доктор да там они все все доктора но это не говорит о том что что они врачи доктор имеется ввиду уважительное отношение к человеку отношение к нему как к учителю как к педагогу как к человеку которому к мнению которого прислушиваются чьи мнение имеет какой-то авторитет и чей статус в общем-то вызывает уважение вот именно это подразумевается послал под словом доктор вообще у нас у нас натуропатия у нас в стране к сожалению она как бы не совсем официально признана а может быть даже и не признана она официально но это отдельная тема это не тема одного эфира об этом очень можно много говорить просто дело в том что очень часто натуропатию приравнивают к какому-то шарлатанству на самом деле ничего общего с шарлатанством или знахарством здесь вообще нет потому что здесь задействованы именно физиологические природные способности организма к самовосстановлению и самооздоровлению именно этим и оперирует натуропатия то есть натуропатия от слова натура природа человек существо природное поэтому он может исцеляться благодаря силам природы а сюда входит очень много различных направлений это и питание и очищение и закаливание и очень очень много я как-то в одном в одном из stories показывал вам программу по которой я обучаюсь в институте там очень много разных направлений там начиная от банальных медицинских тем таких как анатомия физиология цитология цитология китайская народная медицина эфирные масла тейпирование очень очень много всего не перечислить и всего все это входит в круг наук круг наук которые изучают натуропат я там увидела вопрос вам тяжело учиться нет мне учиться крайне интересно супер интересно просто я получаю столько много новой информации которые я никогда раньше нигде не видела и все это в одном доступном месте вот по программе этого института что я вообще просто нахожусь в эйфории от того что я нашла этот институт что я в него поступила и что я нахожу время для того чтобы в нем учиться еще больше чем я наверное был рад мой папа он был еще жив когда я начала учиться и он радовался этому просто чрезвычайно он вообще сам всю жизнь очень много учился и очень радовался за меня что я тоже несмотря на свой возраст продолжаю учиться расти развиваться и мне в наследство от папы досталось очень много книг именно по естественному оздоровлению потому что он сам этим всем увлекался поэтому поэтому я учусь что сподвигло вас на смену питания изменения жизни меня сподвигли мои болячки мое нездоровье нездоровье моего мужа сподвигло меня на то чтобы начать изменять эту жизнь потому что медицина нам не помогала я со своими болячками ходила по медицине мне не помогало муж ходил ему не помогало ему становилось только хуже поэтому мы решили что пора что-то менять и менять нужно каким-то способом который отличен от традиционных медицинских мы пошли именно натуропатическим путем и мы ни разу об этом не пожалели потому что до сих пор мы радуемся тому что наша жизнь с каждым днем меняется все больше и больше в лучшую сторону казалось бы странно да мы стареем мы движемся к старости и в конце концов к смерти но как ни странно наша жизнь почему-то меняется с некоторых пор в лучшую сторону как в плане здоровья так и в плане энергетики и вообще мировосприятия она меняется в лучшую сторону и я уверена что это происходит именно благодаря смене питания благодаря изменению микрофлоры кишечника изменению общего состояния в организме и это все натуропатия вдруг у вас будет преподавать сама марва аганян нет марва аганян не входит в число преподавателей этого института дыню с чем можно скомпоновать при смузи и можно ли весь день на выходе есть дыню вы знаете а я бы дыню вообще не стала ни с чем компоновать с каким-нибудь одним продуктом потому что дыня такой сам по себе очень вкусный продукт ее просто можно есть и наслаждаться вот если она спелая если она вкусная и у нее хороший аромат и вкус то мне кажется ну просто грех ее компоновать с чем-то так конечно да можно ее есть весь день если вам ее не надоедают это замечательно вообще я стала склоняться к тому что в последнее время я замечаю что мне лучше стало заходить моно то есть если раньше я увлекалась какими-то миксами много всего мешала и в салатах и в коктейлях и вообще в одном блюде то сейчас мне больше нравится моно и как-то лучше ложится на желудок и лучше воспринимается пищеварительной системой от этого легче и это как-то ну я бы сказала больше получаешь удовольствие именно от вкуса продукта сколько можно в неделю есть животных белков рыба яйца мясо чтобы для организма не было вредно или вишни вы знаете это опять же здесь каждый решает для себя сам смотря у кого какая склонность есть люди которые склонны очень к животному белку есть люди которые не тяготеют к животному белку вам нужно смотреть просто по своим потребностям главное держать у себя в голове тенденцию на его уменьшение потому что на самом деле его нужно гораздо меньше чем мы себе представляем это мы вбили себе в голову вернее не мы вбили а нам вбили что если мы не будем есть белок Мы не будем получать строительный материал, мы отощаем, у нас весь организм развалится, и мы вообще все умрём. На самом деле нет. Белка нужно совсем немного для того, чтобы пополнять запас аминокислот, витамины группы В. Поэтому нужно просто смотреть, сколько вам нужно для того, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворительно. Вы можете просто тестировать. Вы можете, допустим, есть один вид животного белка в день, один раз, например. Предположим, сегодня вы в обед едите кусочек мяса небольшой, завтра в обед вы едите кусочек рыбы, послезавтра вы едите пару яиц в обед и так далее. И смотрите, как вы себя при этом чувствуете. Если вы понимаете, что всё хорошо, и вы удовлетворены вполне, значит, это как раз то, что вам подходит. Вы можете попробовать уменьшить это количество. Предположим, есть животный белок не каждый день, а через день. И опять же смотреть, как вы себя при этом чувствуете. Если вы опять удовлетворены, значит, ага, вы поймали золотую середину. Вы не перебаршиваете с белком, и в то же время вы получаете свою необходимую дозу витаминов и питательных веществ. Если будем так говорить. А вообще очень важно ещё соблюдать не то, сколько вы едите животных белков в неделю или в день, а то, в какое время вы их едите и с чем сочетаете. Животные белки, если вы сочетаете с углеводами и с крахмалами, то это плохая история. Если вы сочетаете их с растительной клетчаткой, то есть с салатами из грубых овощей, это хорошая история. Тогда у вас мясо будет лучше усваиваться, лучше перевариваться и качественно выводиться. И не будет создаваться условий для его гниения в кишечнике. У нас есть ещё минут 10, вы можете ещё позадавать ваши вопросы. Если вопросов больше нет, я могу закончить свой эфир. Значит, давайте ещё раз вам напомню. А, вот ещё вопросы вижу. Животный белок лучше в варёном виде? Ну, это не принципиально. Это может быть варёный, это может быть на пару, это может быть запечённый. Ну, если это рыба, это может быть даже замаринованная рыба, засоленная каким-то образом. Это не, в принципе, какой-то там критической роли не играет. Какую вкусняшку вы не смогли исключить из прошлой жизни питания из запрещённых? Ой, вы знаете, даже не могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что я себе ничего не запрещаю. И у меня вот те вкусняшки, если мы имеем в виду вредные вкусняшки, конфеты какие-нибудь там, торт, которые были в прошлой жизни, то я себе их не запретила и не исключила. У меня другая история, мне их не хочется. Вот в чём вся чудесная история. И это не моя сила воли. Это просто изменение микрофлоры кишечника. Ну, может быть, это покажется странным, но мне не хочется есть каждый день торт, пирожные, эти булки с кремом, с повидлом, конфеты. Мне их не хочется просто. Я вам говорю совершенно откровенно и честно. И всё это связано именно с тем, что микрофлора просит другой еды, а именно растительной клетчатки. Мне нравится есть растительную пищу. Я люблю фрукты, овощи. Я ем какой-то животный белок. Я ем термически приготовленные овощи. И, собственно, из этого и состоит, наверное, вся моя еда. А если я захочу съесть кусок торта, я просто пойду и съем. Но мне почему-то этого не хочется. И поэтому все мои вкусняшки, они возникают только по праздникам, за каким-нибудь общим столом, за который собираются гости. Или где-то там в поездках, где нет других условий. Вот, собственно, и вся история. Картошка вызывает насморк? Ой. Нет, я думаю, что на насморк больше влияет всё-таки молочная продукция. Творог, сыр, молоко. Вот это вот больше образует в слизи, нежели картошка. Но если картошка употребляется умеренно и лучше в запеченном виде, нежели в вареном, я думаю, что это не повлияет на образование насморка. Главное, не злоупотреблять её, я так считаю. С какой недели на выходе можно начинать есть проростки? Но если речь идёт именно о самих проростках, то есть не о зёрнах, а именно о росточках, да, то это уже зелень. Поэтому, в принципе, вы можете в любое время их начинать есть, если это не зёрна, а именно росточки. На днях наелась картошки и заболела насморком и горлом. Взаимосвязано ли это? Я не могу сказать, точно взаимосвязано ли это, потому что нужно ещё смотреть предысторию. Потому что, может быть, вот вы на днях наелись картошки, а может быть, недели раньше вы поели много творога. Я просто не знаю, как это было. И случился накопительный эффект. То есть там накопилась слизь, она копилась-копилась, да, вот в определённых там частях тела. Потом вы ещё поели картошки, это усугубилось, и тело решило очиститься именно при помощи насморка. Но это не говорит о том, что именно картошка явилась предшественником насморка. Скорее всего, здесь имел место накопительный эффект от каких-то разных-разных других факторов. Каким ещё можно заменить коровье молоко, кроме кокосового и кунжутного? Да, любым растительным молоком. Растительное молоко может делаться из любых орехов. В принципе. Вот берёте просто любые орехи, любые семена, даже вот из тыквенных семечек очень вкусно получается. Ну, кунжутное, да, кокосовое. Делают рисовое молоко, делают овсяное молоко. В общем, вариантов масса. Сало есть вредно? Ну, я считаю, что сало само по себе, его нельзя назвать вредным продуктом. Определённая польза в нём есть, поскольку это животный жир. А животные жиры я всё-таки считаю полезными продуктами. Всё дело в том, сколько его есть. То есть, как часто и сколько. Если это, ну, пара небольших кусочков в день, то я думаю, что вреда точно никакого не будет. А если это с шматами, да ещё и с буханками хлеба, ну, наверное, будет перебор. Я так считаю. Сейчас много фруктов и овощей, которые вызывают разного вида аллергии. А это не доказано. Дело в том, что мы не можем на 100% утверждать, что именно этот фрукт и именно этот овощ вызвал у вас аллергию. Дело в том, что здесь опять же может иметь место накопительный эффект. То есть, что такое аллергия? Дело в том, что это выброс токсинов телом через кожу. Если у вас в течение жизни накапливались эти токсины от неправильного питания, от приёма лекарств, и эти токсины не могут никак вывестись из организма и время от времени дают о себе знать в виде аллергии, то провокатором этой аллергии может выступать любой фрукт, любой овощ, любая кошка, любая собака, любой стресс. То есть, вызвать аллергию может всё, что угодно. Не вызвать, а спровоцировать, катализировать, ускорить. А причина аллергии всё равно остаётся внутри вас. Это токсины, которые находятся в невыведенном состоянии. То есть, избыточное их количество. Как действуют кисломолочные продукты? Кефир, йогурт и подобное. Ну, если это всё-таки более-менее натуральные продукты, да, не какие-то там со всякими там химическими добавками, то, в принципе, они нормально действуют, они относительно полезны, они не так тяжело перевариваются, как, например, молоко. Но всё-таки я бы сказала, что злоупотреблять ими не стоит. То есть, вот их можно употреблять ровно в том количестве, в котором вам их очень сильно хочется. То есть, если есть очень сильное желание кефира, вот, про йогурты я не знаю, потому что йогурты бывают разные. Есть вот эти химические там сладкие, да, ароматизированные, а есть натуральные домашние йогурты. Вот, то есть, если вам очень сильно хочется этих кефиров, йогуртов, то можно себе там позволять, ну, стаканчику день или через день, чтобы удовлетворить свою потребность. Если же вы думаете, что вам нужно в себя их пихать просто ради какой-то там мнимой пользы, то лучше этого не делать. У меня на орехи сыпет всё лицо. Несколько раз пробовал делать молоко из миндаля кешью грецких орехов, вся в прыщах и кожа на лице сразу сухая красная. Да, я тоже, ну, видела такие случаи, встречала, то есть, такие случаи, когда на прыщи у людей, ой, на прыщи на орехи возникают прыщи. Ну, здесь идёт речь о том, что у вас состояние, опять же, да, с токсинами оставляет жевать лучшего, и орехи как раз являются тем самым провокатором, которые усиливают их выход. Поэтому, да, пока приходится их убирать, но думать прежде всего нужно тогда о том, как очищать свой организм от шлаков и токсинов. Поели арбуз и пошла аллергия. Хотя я в тот день делала разгрузку, пила воду и поела арбуз, и пошла аллергия. Ну, значит, просто арбуз в данном случае явился провокатором аллергии, да, усилил её, усилил выход в токсинах. В принципе, арбуз он довольно хорошо очищает. Всем известно, что у арбуза очистительные свойства довольно сильные. То есть арбуз усилил процессы очищения в теле, и токсины начали выходить из тела через, ну, что у вас там, если да, по коже, да, через кожу, значит, обострились какие-то кожные явления. Но опять же, это о чём говорит? Не о том, что арбуз плохой, арбуз виноват, а о том, что ваше состояние с токсинами всё ещё пока довольно тревожное. То есть продолжать очищаться, и вполне возможно, что через там полгода-год работа над собой в плане очищения и регулярных детоксов, и у вас арбуз больше не будет вызывать такой реакции. Получается хорошо, что мы едим провокаторы аллергии. Ну, с одной стороны, получается хорошо, но с другой стороны, что вы страдаете. Поэтому, чтобы не страдать, наверное, нужно всё-таки как бы убирать эти провокаторы, но опять же очищаться теми способами, которые вам не будут доставлять страдания. Так, ну, на этом я заканчиваю. Так, вот ещё, наверное, пара вопросов успею. Купила Иван чай, раньше не пробовала. Какой должен быть правильный вкус и аромат? У него вкус и аромат такой лёгкий, фруктовый, похожий на чернослив. Такой очень-очень лёгкий. Чем можно заменить? Можно заменить чем-то клизмы при очищении погонян? Нет, ничем нельзя. Спасибо. Очень познавательно. Всё, ребята, мы час с вами отработали. Я очень вам благодарна за то, что вы пришли сегодня поговорить со мной, пообщаться. И до следующей среды, до нашего следующего эфира. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»